привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем играть и strange акт 1 мы находимся в плену предыдущей серии мы попали в канализацию каким-то образом нарвались на этого охранника я не знаю кто они такие но нам нужно раскачаться вот так вот так давай быстрее похоже нажимать давай 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 родной надо надо упасть я не знаю что это нам даст но вот так вот вот хорошо он забрал все наше оружие и здесь похоже происходит что-то совсем нехорошее так ладно мы выбрались нам надо валить и валить надо быстро дверь не поддается товарищ ушел но я могу разломать скажем скажем с этим гащи нет не тобой стекло и валить и валить надо побыстрее потому что у него есть пушка и она вообще как будто напряженной хорошо вниз лучше не наступать и похоже они подразумевали чтобы я спрыгнул и пошел вот так но я не буду нет я лучше пойду в эту сторону игра короче на удивление несмотря на то что я считал ее совершенно чем-то одним оказалось совершенно чем-то другим то есть моем понимании это было что-то более похожее на края фир и мистику оказалось что это еще одна научно-фантастическая история про зомби злую корпорацию и тому подобное учитывая что мы сейчас играем в under hell это особенно забавно то есть игры можно сравнить и там и тут есть свои плюсы и минусы в целом under hell пока что по уровню исполнения не то что на голову на полту еще выше но при этом там нет очень многих деталей которые которые делают эту игру реально крутой просто то что та игра лучше чем это не делает эту игру плохой это игра реально очень-очень крутая и атмосферная так под нами под нами что-то бегает и походу это зараженный да он бегать по этой жиже будь здоров спасибо ну чё придется прыгать и как-то бежать от него у меня нет оружия а я не хочу это делать погнали кассатика а жжется а жжется а пакость давай налью куда-то убежал бы надеюсь он не гонится за мной потому что я обжегся уже как дурачок просто короче говоря в этой игре большое внимание уделяется спецэффектам за этого она выглядит все время практически фантастически даже не сказать что она сделана на движке 10 лет недавности то есть выглядит реально очень современно хорошо машина ездит за нами не гонится ладно уже неплохо так мне нужно как-то как-то что что мне нужно короче говоря мы тут умрем мы тут вот умрем просто поэтому надевайте ваши наушники это будет интересно я думаю игра реально куда так чем бы тебя расхреначить деревяшечка молотка тут не видать я бы руками честно говоря оторвал но может силенок не хватает а вон смотри давай как же как же тяжело те почему почему я не могу его схватить ладно будем пытаться с прыжка как-то что ли да нет это что ж такое может его как-то скинуть надо как думать вот так хорошо у нас есть молоток у наших врагов внезапно появились проблемы геймпад вибрирует не обращайте внимание я пожалуй уберу куда-нибудь чтобы он не прыгал по столу игра кстати да как все игры на движке эпизода второго поддерживают геймпады играть можно было бы на нем но так как здесь нужно очень точно целиться лучше нафиг не надо не то игра только у полномоченного персонала что-то мне подсказывает что это дурная идея лезть туда но выбора у нас особого не до с той стороны вроде тупик стой как тоже ладно пойдем сюда тут светлее хотя бы отлично просто глубина походу хрен знает какая так темно пипец еще не вижу так фонарик выключил нас могут пасти местные охранники ли кто это такие это что за хрень какая в игре все таки тягучая атмосфера да так вот стреляет по моему ну вроде никого можно пойти туда а сначала мы возьмем аптечечку не поддается ладно будем надеяться никто с автоматом сейчас не выбежит на нас все печально лучше не испытывать ее атак я я не знаю что там такое но я закрыл дверь потому что мне стало страшно хорошо с этой стороны вроде ничего нет хотя показалось обратное но вроде довольно таки спокойно хорошо да и по на матча с описать обязательно что-нибудь что-нибудь вылезет ну люди здесь обитаются это точно он туда пива спел но ставить смотри один что ли хорошо эу болезни обрати внимание ты не слышишь нашему лечь я не думал что вы такие глухие желательно конечно него не падать потому что это молотком новое не крепкие довольно таки бошки тихо касатик этого не волнует это нельзя скушать какие приятные звуки тихо совершенно не палюсь блин а там что-то хорошее потихой слушай мы могли бы просто тут пропрыгать сюда пройти зачем вообще это все было делать так ладно самое главное чтобы он сейчас не оказался каким-то альпинистом скалолазом поднялся сюда можно идти дальше вы же понимаете что вау тихо баскетбол бы тебя не взяли так у тебя там подружек нет никаких я просто надеюсь что в этой комнате есть какие-то виды оружия там не знаю огнестрел стой спокойно он дверь открыл ты любишь открывать двери как я посмотрю знаете это самая дурная идея в мире иди сюда да нет молотком то в голову вполне неплохо получилось да физику у вас конечно ладно спокойной ночи так и зачем я сюда ходил только не говорите что тут вообще ничего нет ну ладно есть лечилка по крайней мере мне бы конечно хотя бы пистолет там глок какой-нибудь окей это было жутко ладно будем считать что мы сюда за аптечкой ходили конечно от них не за пистолетами там зачем таким зачем нам это так хорошо ладно просто поднимемся еще раз и сделаю что ничего не было блин хоть бы какой-нибудь пистолетик я не знаю но пока что по крайней мере мы знаем что молотком если кому-нибудь приложить в темечко или в висок падает как миленький это все-таки похоже больше зараженные чем зомби хотя зомби тоже мозг повредить о нем будут так что черт его знает что а а темновато не знаю куда я иду но походу на поверхность это уже хорошо так лифт есть работает работает круто а тут чего а тут не поддается отлично а там лежит небось пистолет пистолет нет ничего там нет ладно поехали отсюда все выше и выше не очень крутая игра здрасте тебя зачем вам это но просто круто все выше и выше ну да полно двалить есть подозрение что она сейчас упадет ладно пока она падает надо отойти подальше потому что сейчас все слышат этот грохот но я думаю они и так уже услышали бы если тут кто-то есть короче короче говоря поднимаясь повыше мы упали так низко что просто пипец местных вроде нет звуки такие приятные что я просто не знаю ладно просто отлично куда мы попали вообще в чем смысл этих помещений щитовые какие-то что ли да здесь мне очень важно была бы возможность быстро развернуться которой у меня нет с этой чувствительностью что-то я совсем себе поставил низкую чувствительность то есть чтобы тупо повернуться мне нужно вот так вот делать ну да ладно в этом есть свои плюсы на ней гораздо лучше целюсь но так как у нас сейчас нет никакого пистолета это вообще просто тупо в холостую ладно у нас еще один мини коллектор и я надеюсь что что это за значок что я надеюсь эта дверь откроется и нам не придется лезть вон туда вниз я не хочу этого я тут же просто пипец темпе с понятно понятно ну офигенно просто ладно хоть это все не под напряжение опять по колену воде вообще в игре в плане логики насчет зараженных очень неплохо то есть на поверхности было реально дофига ну там люди как бы заразились бегают здесь канализациях не так чтобы много всякие работники техобслуживания потому что их тут с точки зрения здравого смысла много быть не может вспомним недавний сериал walking dead где люди идут по лесу в лесу там я не знаю похоже было пара миллионов лесников потому что постоянно бегают толпы зараженных откуда они там что они там делают там конечно это объясняется тем что допустим мы ходили по городу увидели вертолет и внезапно у нас включилась тупка мы всем городом пошли за вертолетом и пришли к ферме Хершева ну херовое объяснение я знаю в целом короче говоря там вот так так нам нужно отключить эту хрень чтобы пол не коротила больше какого-нибудь дробовика тут нигде нет походу нет а что если нет я думал может что-нибудь другое можно включить спокойно тут никого нет если что я бы убежал назад это оба ток по этой луже так вон мужчина лежит отдыхает да уйди-то нафиг без тебя тошно вау родной там как да подвинься господи ты живой нет черт его знает ладно пойдем вентиляцию я ненавижу вентиляцию но куда же ты денешься ты там как блин страшновато давай встанет я же говорю встанет и ляжет это что такое тут на тепло да да пакости хорошо что куда ну вроде как вот эта дверь но почему она не открывается я не знаю зато зато мы можем а вот мы можем допустим сделать как-то как-то вот так оно будет стоять вроде стоит сюда сюда вот так вот просто гениально здесь есть кто вроде бы не должен быть но нафиг лучше быть на готове наверняка вот здесь кто-то есть да нет кстати говоря ничего а жаль я не знаю мне бы хотя бы какую-нибудь лопату потому что молоток реально короткий вот тут кого-то харчили и тут тоже как минимум два человека здесь я думаю смотрите блин дайте мне кирпич твою мать на бутылку наступил вау какого хрена творишь ау скотина ненавижу этих вродов бутылки что реально разбиваются когда на них наступаю прикольно так это наверх то есть мне уже нравится а это а это не открывается я я после найт мархаус уже вот на всех этих подъемах постоянно вот так вот по бачку хожу потому что там постоянно так по лестнице поднимешься встанешь и падаешь вниз там опять с 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 ладно допустим никого я бы вы знаете на самом деле взял бы швабру заточил бы и конец ну или просто расколотил бы молотком чтобы он был острый и таким макаром отталкивал бы их или просто умер бы что более вероятно так ладно блин теперь ниже идем куда идем вообще но мы идем куда нам дают в принципе потому что это что кпп выбора у нас особого нет это похоже на пост охраны если это пост охраны тут может быть оружие ну-ка да блин что ж такое парень так что же сделать куда же пойти хорошо еще кто есть спасибо это было очень любезно с вашей стороны почему не могу взять то есть мне нужно успокоить это уже господи мне нужно похоже вот сюда его стояли свободен что тут такое стивен я опаздываю можешь ты пожалуйста повесить ключ обратно я буду должен тебе пиво фрэнк конечно так как его звали стивен простисти отлично ну жизнь в целом налаживается здоровье хорошо так хотя конечно не по полной есть молоток и не так чтобы сложно жить и знаете что давайте на этом мы наверное закончим по следующей серии уже пойдем поэтому подземного паркингу раз это подземный паркинг какая-то с сто станции техобслуживания то скорее всего выход на поверхность все-таки близко и мы сможем уже выбраться отсюда каким-то образом попытаться выживать там на поверхности не знаю я вообще не знаю что нам делать на этом острове потому что наш герой явно какой-то чужой здесь то есть ничего не знает что происходит кто все эти люди поэтому у него тут проблема похоже больше чем у местного населения но как бы там ни было для начала нужно выбраться наверх и скорее всего в процессе мы узнаем что за корпорация такая злобная местная амбрелла игрушка очень неплохая и атмосферная то есть она довольно простенькая но при этом красивая и прозобие значит уже по умолчанию интересная лично для меня надеюсь вам тоже нравится увидимся в следующей серии с вами был артур всего хорошего пока-пока-пока в следующей серии Субтитры создавал DimaTorzok